Уважаемые коллеги, добрый день, рад вас всех приветствовать. У нас сегодня плановая встреча департамента ипотеки. Обсудим по традиции вопросы. Вначале я хотел пару слов сказать насчет экстраординарной ситуации, которая сегодня случилась. Что было объявлено о повышении учетной ставки, она же ставка рефинансирования до 12% на 3,5% пункта, с 8,5% была поднята. Это достаточно необычное событие для экономики нашей страны, для рынка недвижимости. Такого еще не было именно в таких пределах, потому что, как правило, резко ставка повышалась либо до 17, либо еще до 20. Поэтому, я думаю, достоверно никто не знает, как вот такой шок он будет, экономический шок спроса. Но то, что он будет, в этом сомнений никаких нет у меня лично. Я хотел как раз немного поделиться своими мнениями по этому вопросу. Во-первых, все-таки надо суммировать с тем, что было на 1% повышение буквально недавно. То есть, это значит 4,5% фактически буквально за 2 недели идет повышение. Ну, за 3. Дальше. Все это, очень важно, какую позицию займут банки. Как правило, что они делают? Они сокращают срок рассмотрения. И всем говорят, вот по этим ставкам, которые раньше были, выходите в такой-то период. Со Сбером, не с ВТБ, пока у них точно данных нет. Они пока сами удивлены, потому что по состоянию на понедельник, я точно говорю, что они ни о чем таком не думали. То есть, у меня были с ними там встречи, обсуждения. И для них, для самих это была очень большая неожиданность. Хотя, лично я даже в соцсетях писал, что считаю, что банк будет резко учетную ставку повышать, потому что курс доллара всегда, как правило, скачки сопровождаются такими процессами. Вот как это отразится на рынке недвижимости? Давайте мы с вами порассуждаем. Во-первых, формулы уже давно известны. Каждый процент, примерно от 5, каждый процент учетной ставки на 5-7% снижает активность рынка недвижимости. Это придуманные формулы давно, они уже исследованы, это так и есть. Вот поэтому, соответственно, где-то 20-25% я считаю, мы в моменте получим снижение спроса. С одной стороны, вроде критично, с другой не критично. Но, наверное, точно мы это не ожидали. Плюс это все будет отразиться и на ценовых ожиданиях. Все мы понимаем, что при такой ситуации будет сейчас парадоксальная ситуация, когда в моменте спрос дикий возникнет, потому что все будут хотеть реализовать ипотеку по низким ставкам. Но если посмотреть вперед на полгода, на год, то, конечно, наиболее вероятная ситуация это со стабильными ценами или даже их снижению. Поэтому я думаю, что часть граждан обоснованно будет ожидать, может просто не покупать. Считая, что дальше цены будут ниже. Поэтому это важно. При этом многие думают, что по новостройкам, все знают, по господдержке, по сельской ипотеке, по семейной ипотеке. Ставки не меняются, они государством защищены до 1 июля 2024 года. Но мы все знаем, что рынки взаимозависимы. То есть я глубоко убежден, что мы это уже проходили. Даже когда по новостройкам хорошая ставка по вторичке большая, рынок не летит. И все получают это снижение. Поэтому компания что будет делать? Мы, естественно, никаких резких движений делать не будем. Мы уже научены опытом. Мы знаем, что эти ситуации быстро проходят. Вот это мы в первой кризисе взяли, можно сказать, с перепугу сократили половину ипотечного состава. Сейчас мы постараемся вообще обойтись без сокращения 100%. Будет у нас такой же нормальный процесс. Лучших будем привлекать. Понятно, кто хуже всех работает. Будем увольнять. Но в целом постараемся плюс-минус этот период держать стабильный состав. Повышать эффективность внутреннюю. Также мы считаем, что сейчас будет очень много работы по ранее одобренным кредитам. То есть это будет прям такой где-то... Посмотрим сейчас, как банки примут решение. Это, конечно, интересно, что они объявят. Я думаю, завтра они точно уже все свои решения скажут. Ну или, по крайней мере, если неофициально, то мы о них будем уже знать. Я потом расскажу. Поэтому в целом среднесрочно, если так посмотреть, то я считаю, ситуация будет благоприятной. В любом случае, понятно, что Центральный банк знает, что делает. Понятно, что он именно дальше не пошел. Еще на более активно, потому что понимаешь, что какой-то баланс должен быть. Я еще и в прошлые разы тоже, знаете, всегда так рассуждал, зачем так резко дергать эту ставку. Хотя того же эффекта можно спокойно добиваться не очень, таким повышением на 3-4%. Поэтому расцениваю, что все нормально. В моменте пенка с рынка сойдет, которая была, давайте откровенно, рост цен был ненормальный последние 2-3 года. В итоге, несмотря на дешевые ставки, я считаю, реальная стоимость жилья с учетом финансового фактора, она все равно возрастала. Поэтому, может быть, экономике, возможно, это пойдет на пользу такое, можно сказать, чем-то самооздоровление рынка. Посмотрим. И прогноз нам такой, что ближе уже к четвертому кварталу, я думаю, ситуация начнет выправляться. То есть будут уже положительные сигналы рынка. Но по новым ипотечным консультациям сентябрь-октябрь я ожидаю тяжелым. Но мы как компания, понятно, не будем уже менять свою стратегию, она у нас будет положительная, наростно целенная. Хотя прекрасно понимаем, что с временными сложностями столкнемся. Поэтому давайте приступим к рабочим процессам, все обсудим, как у нас все в моменте происходит, какие планы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.